здравствуйте мои подписчики и гости канала в этом видео представляю вам отзыв и обзор книги георгия петровича щедровицкого орг управленческое мышление идеология методология технологии данная книга издана студией артемия лебедева и представляет собой книгу в твердом переплете и снабженную вот такой мягкой обложкой далее на развор на первых разворотах книги представлены фотографии с семинаров которые проводил щедровицкий в начале восьмидесятых годов георгий петрович щедровицкий был одним из основателей московского методологического кружка куда помимо него самого входили такие люди как маммардашвили и другие к сожалению я на память не помню кто входил в московский методологический кружок и особенность данной книги состоит в том что текст этой книги является расшифровкой аудиозаписей которые были сделаны во время лекций щедровицкого на семинарах которые были посвящены вхождению в должность директора по строительству атомных электростанций в конце семидесятых начале восьмидесятых годов в ссср массово строились ядерные атомные станции ядерные атомные атомные электростанции и была проблема в том что эти атомные электростанции недостаточно быстро вводились в эксплуатацию то есть были задержки со строительством сводом в эксплуатацию и другие проблемы и министерство атомной энергии могу ошибаться в названии пригласила щедровицкого для чтения семинаров и проведения как щедровицкий называл организации он надеятельностных игр вот название сейчас вы видите вот здесь потому что это такое огромное слово от слова деятельность и от слова организация и на этих оди я буду сокращенно говорить он моделировал ситуацию с участниками этой игры он моделировал ситуацию что вот кого-то он из участников делал начальником строительства кого-то делал главным инженером кого-то делал заместителем кого-то делал прорабом и так далее и проигрывалась ситуация в игре как на строительстве это по утверждению щедровицкого это помогало участникам потом легче входить в курс дела быстрее брать образцы правления и как как следствие быстрее заканчивать строительство атомных электростанций но сама книга сама книга орг управленческое мышление включает только лекции только расшифровку лекций которые щедровицкий читал перед участниками этих семинаров участники семинара были представителями атомных станций то есть это могли быть заместители руководители начальников строительства главные инженеры заместители главных инженеров такие вот такие должности и далее есть только всего было прочитано 12 лекций и сохранилось только 11 4 лекции нет почему неизвестно текст был утерян также как и запись о чем если говорить коротко то о чем эта книга о том как изменить свое мышление и поменять его с обыденного на орг управленческое одновременно организации он и одновременно управленческая и щедровицкий тратит где-то четыре возможно четыре четвертой лекции у нас нет четвертого занятия записи расшифровки пять занятий на то чтобы достучаться до людей потому что он несколько раз несколько раз он возвращается к одной и той же теме говорит они разными словами рисуют схемы на доске пытается наладить коммуникацию с аудиторией и когда я читал первые вот как раз где-то наверное пять глав до 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 пятой лекции включительно буду так говорить то есть первое второе третье и пятое то создалось ощущение что еще дровицкий топчется на месте то есть он никак не может высказать ту мысль ради которой он сюда пришел я это связываю с тем что он ждал пока и смотрел на реакцию аудитории когда-то будет готова к тому чтобы принять эту мысль это я сейчас я сделаю паузу и покажу оформление книги значит но это все оформление было воссоздано по записям лекций щедровицкого щедровицкий рисуют вот такие картинки на доске объясняя как работает цели здания управления как работает начальник управления какую он занимает позицию как работает главный инженер расшифровывает средства организации представлений как он называет и дает 11 таких средств таким образом и далее он приводит вот такую схему где есть начальник управления главный инженер и три зама и задает вопрос не знаю вот в этой лекции или чуть дальше он говорит а кто кому подчиняется начальник управления здесь он единственный начальник или главный инженер тоже имеет право руководить заместителями и он путем рассуждений приводит приходит к такому выводу что в зависимости от того какие компетенции у начальника строительства начальника управления строительством более развиты если у начальника управления строительства более развитые технические компетенции то он берет на себя руководство именно технической частью проекта, то есть материалы, организация доставки материалов, организация распределения этих материалов на стройке и так далее. То есть он занимается технической частью проекта. Но тогда ему нужен в главной инженере тот, кто умеет организовывать людей. И наоборот, если главный инженер хороший технарь и который полностью забрал на себя руководство именно технической частью стройки, то сам руководитель, начальник управления строительства должен быть компетентен более в другой части, то есть в части именно управления людьми, в создании иерархии, в создании коммуникации между людьми, которые работают на строительстве. Далее. Он приводит вот такую схему. Когда есть прямая обратная связь и две клеточки взаимодействия. То есть когда по прямой связи от руководителя к подчиненному идет команда о том, что делать, а обратная связь от подчиненного руководителю идет в таком ключе, что подчиненный либо докладывает о выполнении, либо приходит к руководителю и говорит, что нет ресурсов для выполнения, или есть сложности. И дальше в такой коммуникации происходит взаимодействие. Далее. И то, что я выше говорил про схему начальник управления, главный инженер и три зама. Чедровицкий в конечной бытоке приходит вот к такой схеме, что все они завязаны. Что три зама они подчиняются и главному инженеру в своей области компетенции, главному инженеру, и в области компетенции начальника управления строительством. Далее. А, кроме этого, вот этот хороший пример, он также есть, он отвлекается от основной части лекции и приводит много отвлеченных примеров. Они помечены вот таким синим текстом. И в одном из таких отвлеченных примеров он говорит, что вот мы же рассматриваем, как начальник управления строительством входит в должность. Начальник управления строительством. И я вам приведу такой пример. Ректор, новый ректор приехал в ВУЗ, в провинции. И он там никого не знает. И тут его приглашают. А Чедровецкий говорит, ну, нужно же как-то познакомиться с теми людьми на том же уровне иерархии, на котором находится ректор. То есть, это ректоры других университетов, если они там такие есть в этом регионе. Или, допустим, начальник отделения милиции, мэр, руководитель горисполкома в то время. А кто еще? Допустим, начальник пожарной части. То есть, уровень руководителей этого города. И ему через секретаря передают приглашение, что, допустим, начальник местного отделения милиции, он приглашает этого ректора на шашлыки. Опять же, я сейчас дословно не передам, но смысл, что высшее руководство города хочет познакомиться с ректором и приглашает его в неформальной обстановке познакомиться. И ректор думает, а зачем я поеду туда на шашлыки? И он находит какого-то дворника Васю, более-менее прилично его одевает и посылает на эту встречу. В итоге скандал. Ректор в немилости у этих высших должностных лиц города, и далее у него возникают сложности в общении с этими людьми, а также с людьми, которыми эти люди управляют, то, соответственно, никакого руководства университетом у него не получается. Ему стоило очень больших усилий после этого, опять же, по рассказам Щедровицкого, чтобы вырулить эту ситуацию хотя бы в ноль. То есть, чтобы избавиться от негатива со стороны этих людей. Далее. И вот как я уже выше сказал, что пять лекций, вот эти пять лекций он налаживает, Щедровицкий налаживает контакт с аудиторией. Смотрит, что заходит к аудитории, что не заходит к аудитории. Потому что аудитория, люди пришли уже со своим опытом, со своим представлением о строительстве атомных электростанций. И приходится ему объяснять на простых примерах, на вот таких байках, на отвлечениях, на схемах. И только лишь, то есть я читал, читал, я эту книгу начинал читать, я ее купил еще в шестнадцатом году, когда ездил в Санкт-Петербург. Я ее купил. И я ее начинал читать тогда же. Я прочитал, наверное, половину первой главы, половину первой лекции, и я не понимал, о чем речь. И я вернулся к этой книге только в конце двадцатого года. Все-таки поставив себе задачу дочитать ее до конца. Хотя бы дочитать, не то чтобы понять эту книгу. И вот я читаю эту книгу, и щедровически все более углубляется, углубляется, углубляется в тему, рисует схемы. И тут то ли на десятой, то ли на одиннадцатой лекции получается так, что я говорю сам себе, что ну почему ты, автор, с этого не начал? То есть он что-то объясняет, объясняет это там на двух, трех, пяти страницах, а я ему говорю, вот это нужно было в начале, а не то, что он рассказывал. Какие-то там, ну не про то. Вот, то есть это мои такие впечатления. И к чему это было? Я это говорю к тому, что он начал с схемы руководства, а я говорю, что нет, нужно было начать вот с этой схемы. С знаки понятия объект и операции. То есть разбить мысли деятельность, как он это называет, на вот эти три-четыре категории. Категории это такое понятие, которое фиксирует в нашей мысли деятельности связи и соответствия между операциями, которые мы осуществляем, объектом, которому эти операции применяются, языком, в котором все это выражается и нашими понятиями. И дальше он тратит очень много слов, очень много, скажем так, встреч, то есть лекций, на то, чтобы вот эту схему разъяснить аудитории, чтобы аудитория до конца поняла, о чем идет речь. И под конец уже семинара многодневного он переходит к понятию системы, то есть системного подхода. И у него появляется оппонент Заргаров. К сожалению, из книги непонятно, кто такой Заргаров, но, видимо, это какой-то чиновник из министерства, либо чиновник из министерства атомной энергетики СССР, либо какой-то, ну, скажем так, известный строитель атомных электростанций. И этот Заргаров спорит с Чедровицким о том, что ему не нужно системное мышление, ему не нужен системный подход. Ему нужен подход, который позволит ему в срок вводить атомные станции. И дальше этот Заргаров, он буквально там, ну, если это на странице переводить, потому что расшифрованы тоже его слова, все расшифрованы и представлены в виде текста, то он где-то на полутора страницах очень сжато объясняет, почему ему не нужен системный подход. Очень аргументированно объясняет. И до читателя доходит, что есть и другое мнение, что есть не только системный подход, но и человек, который против него. Книга очень объемная и хорошо выполненная, качественно выполненная. И в конце книги есть ссылки. То есть, как только Щедровицкий затрагивает какой-то вопрос или термин, или упоминает какого-то человека, то сзади есть ссылка, которая подробно объясняет ситуацию, которая была на тот момент в Советском Союзе, потому что сейчас многие люди не в курсе просто. И объяснять какие-то понятия, которые, допустим, математические или переводы латинских терминов, ну и многое другое, что позволяет более лучше понять о том, о чем говорит автор. Вы посмотрели отзыв и обзор книги «Оргоуправленческое мышление» Георгия Щедровицкого, издание студии Артемия Лебедева? Благодарю вас за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик уведомления и на колокольчике все уведомления, чтобы получать уведомления о новых видео. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok